Губернатор направил 260 миллионов рублей на ремонт больницы в Магнитогорске. Большую часть денег потратят на закупку нового оборудования. Сегодня Алексей Текслер посетил с рабочим визитом медучреждение города. Какие еще поручения дал местным чиновникам? Глава региона знает Леонид Клеменчук. Ему слово. Сейчас здание железнодорожной поликлиники Магнитогорска в запустении. Больше 20 лет здесь не проводился капитальный ремонт. Врачей не хватает, так как нет финансирования. В первом полугодии этого года здание перейдет в собственность области. Весь персонал поликлиники сохранят. Губернатор лично пообщался со врачами и заверил, никто не потеряет работу. Хотел бы вам сказать, что мы всех сотрудников поликлиники соберем в областное министерство. Это будет наше государственное утверждение. Все сотрудники сохранят свои рабочие места. Ранее, чтобы попасть на прием ко врачу, железнодорожникам приходилось ездить в Карталы. Губернатор намерен изменить ситуацию. В здании поликлиники будет проведен капитальный ремонт и закуплено новое оборудование. Все работы будут проведены в этом году. Рентгеновский аппарат 1986 года, это, конечно, тоже никуда не годится. Задача очень простая. В железнодорожном поселке объект здравоохранения сохранится. Людям никуда не придется ездить. Все приписанные к поликлинике будут ходить в это учреждение. Мы его только модернизируем, сделаем более современным, отвечающим современным всем требованиям. Также глава региона посетил детскую городскую больницу Магнитогорска. Здешнему медицинскому оборудованию уже больше 30 лет. И оно не подходит под современные стандарты лечения. Не было вложений ни по реконструктивным технологиям, ни по оборудованию. Вот это чуть-чуть начали. Сергей Николаевич. А еще можно? Пол-мертого человека требуется. Да, мы уже в порядке. На обеспечение детской городской больницы Магнитогорска губернатор поручил выделить 260 миллионов рублей. 200 из них пойдут на закупку нового оборудования, 60 на капитальный ремонт. Марина Викторовна Шеймитова. Еще по весне прошлого года я встречался с депутатами законодательного собрания. Мы обсуждали разного рода вопросы. И после этого совещания она ко мне подошла с фотографией, прямо в коридоре детской больницы Магнитогорска. Я посмотрел эти фотографии, понял, что что-то не так. И мы наметили программу развития больниц. На сегодня штат больниц Магнитогорска укомплектован меньше, чем наполовину. Потому губернатор решил привлекать молодых врачей в больницы региона из соседних территорий. Для этого также будет закуплено новое оборудование. А в профессиональных, средних и высших учебных заведениях увеличено количество бюджетных мест, в том числе и по целевому набору.